Сегодня новая рубрика «Перо из жопы совы». Значит, недавно мы кинули клич. У меня был пост в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке о том, что мы готовы помогать крафтовым мелким предпринимателям, которые делают что-то интересное. У меня нет-нет, да и появляются всякие вот такие перья из жопы совы. Я использую, вы мне пишите, где это взять. Так как все жалуются и говорят о том, что все ужались во время карантина, я начну распаковывать, и вам в процессе будет понятно. Мы дадим внизу ссылки под каждый продукт, где его купить. Ну и для меня это полный сюрприз, потому что посылки приходят не на мой адрес, и они появляются у меня только в день съемок. Начнем. Итак, главное ничего не порезать. Что здесь? Ух ты! Какая штука! Видите, люди по-настоящему, по-русски запаковывают. В пакет завязал, все ништяк. Соль русского севера. Ух ты! Вот таких штук мы, ну скажем, я и другие повара покупаем, вот такие вещи во Франции. И везем это все из-за рубежа, потому что у нас этого толком-то и не найти. В магазинах нету, высокий входной порог и так далее. Значит, сделано в Карелии. Так, купаж из морской соли с морожкой. Соль морская пищевая, но я вижу, что это хлопья, которые, видимо, мягкие, и их можно не ломать об них зубы. Купаж из морской соли с брусникой. Вот это вот красненький. И соль морская пищевая, но мелкого, так сказать, помола. Она такая влажная, прям как флёр де сель во Франции. Слушайте, ну это очень достойный подарок для повара. Так, давайте письмо быстренько зачтем. Здравствуйте, Василий. Проектом возрождения промысла солеварения мы занимаемся с 2014 года. Нормально. Сначала был год исследования, оформления всех бумаг, строительства первой солеварни, восстановления технологии промысла, первые попытки и пробы варить. В итоге начали варить соль и делать соляные купажи и с ягодами. По примеру, французской соли бордо с вином. Та же сырая технология. В 2016 году Slow Food Италия пригласили нас с нашей уникальной солью в Турин на Terra Madre, Международный гастрономический форум. В этом же году наша соль была включена в международный каталог Slow Food «Ковчег вкуса». Здесь вот дана ссылочка на Slow Food, объясняющая, что и так. На сегодняшний день производим морскую соль, верхняя вода, соль глубинную, вода с глубины 100 метров. Соляные и ягодные купажи впервые за всю историю российского производства начали сбор флёр де сель для русской высокой кухни. Видите, а я вам, как бы не читая письма про флёр де сель, сказал, а вот это всё так и есть. В посылке две баночки с одинаковой наклейкой, голубого цвета. В одной соль из верхней воды Белого моря, она желтовата, из гумуса. Во второй флёр де сель из воды с глубины 97 метров. Я так понимаю, что вот эти вот с голубой. Прикиньте, это же люди заморочились с глубины 97 метров, правильно? Белое море, это же север, это холодная вода, чистейшая. Они оттуда всё это качают, выпаривают, варят, там солят. Я сейчас немножко шучу, но вот отдать должное, что это серьёзная заморочка. Это реально крафтовая какая-то вот история, которая, ну не знаю, я в России хоть и много путешествую, я такого не встречал. В планах этого года пишут, ребята, соляные купажи с мухоморами и сморочками. Ну, со сморочками меня не очень интересует, а вот с мухоморами, друзья, эх, грибную похлёбочку посолил с солью с мухоморами, и вся семья радуется. Какая классная купажированная соль, ура, ура. На вытяжку из мухомора получен пищевой сертификат. Вот, шутки шутками, но Ягодина, Ольга, да, откладываю письмецо. Мне интересно попробовать, что вот здесь, значит, хлорид натрия, хлорид кальция, да, мороженое. И сейчас умники такие, хлорид кальция, это же химия. Да, ребята, у нас везде химия, вообще-то, если разобраться. А соль, это, это химический элемент. Так. Где моё, как она открывается-то? Опа. А как она отсюда достается-то? Хорошо. Допустим, вот так. Не очевидно, как эта вещь открывается. О, короче, вот эту крышечку поднимаем. Здесь бы, конечно, по идее, я-то думал, я был уверен, что здесь дырочки. Отклеиваешь ее и начинаешь сыпать. Нет, не так все просто. Вот так она выглядит внутри. Это с брусникой. Я вижу, что здесь прям кусочки ягод. Кусочек оленины быстро обжариваете, такой сыроватый внутри. Нарезаете вот этим, посыпаете солью с брусника. Вот это будет огонь. Хорошая штука. То есть, понятно, белое море, север, северные ягоды, мороженое также. Мой совет. С крышкой, конечно, надо бы разобраться, потому что, ну, так руками ногти ломать мне было неудобно. Да, ножом. Типа, я даже не догадался. Сломаю я что-то, отрежу там кусок. Правильно ли я делаю или нет? Или какую-то, не знаю, инструкцию какую-то, намекните там. Но в идеале было бы хорошо с дырочками. Ну, подумайте, это мое мнение. Значит, вот тут. Тема как будто бы неплохая вот с морожкой, да? Но во рту такой странный вкус морожки. Я бы не догадался, что это морожка вовсе. Тут косточка подается. Да все хрустит. Если додумаете, как сделать так, чтобы морожка не мешала соли оставаться солью, кусочки-косточки. В общем, смотрите. Если вы додумаете, как сделать так, чтобы морожка не мешала соли быть солью и наоборот, соль не мешала морожке быть морожкой, убрать отсюда всю шелуху. Ну, то есть я, наверное, так подозреваю, что если все пробить в блендере, процедить, использовать пюре сюда, потом это сушить все вместе, то, конечно, будет немножко интереснее. В том смысле, что не будет вот этого шкурок и всего во рту. Спасибо огромное. Очень крутой подарок и очень крутой продукт. Следующая посылка. Только не кидай. Такой штукой зашибить можно. И она тяжелая. Так. Давайте вначале тогда с письма я начну. Добрый день. Я Тимофей Заверткин. Моя компания Коскам. Мы занимаемся производством изделий из камня в Санкт-Петербурге. Основным продуктом нашего производства являются столешницы и подоконники. В это непростое время мы вынуждены искать новые каналы сбыта, расширять ассортимент и географию работы. Для этого мы сделали интернет-магазин готовых изделий и сделали разделочные доски, которые очень подойдут для вашего влога. Они отличаются по свету и форме. Допросят меня зрители, и меня уже немножко улыбает. Они отличаются по цвету и форме. Каталог с готовыми досками расположен на сайте Коскам.ру. Доставляем их по всей России. Искусственный акриловый камень отличается высокими прочными характеристиками. При этом материал мягче натурального камня и ножи о него тупятся не больше, чем разделочные доски из дерева. А, вон оно что. А мне, да, я вначале читаю о том, что изделие из камня делает, и мы для вас сделали доски кулинарные. Я думаю, конечно, все мои авторские ножи, все коту под хвост на этих досках. Благодаря структуре беспор он не впитывает запахи и не меняет цвет. Пластиковые доски обычно портят внешний вид всей кухни, Особенно, когда их оставляют сушить возле раковины или вешают на рейтинги, рейтинги, или вешают их на рейтинги. Наши доски висят на высоких рейтингах, на рейтинги. Мы придумали это для жены, чтобы внешний вид кухни не портился. Мы придумали это для жены. Это, наверное, какая-то ошибка. Может быть и вправду для жены, может быть это для моей Ксении. Но если, то все уже знают, что Ксения никогда не готовила, не готовит и не будет готовить. Короче, одну сторону доски нужно оставить красивой и не резать на ней. Одна сторона красивая, на другой режем. Удачи, спасибо за внимание, ваш Коскам Тим. Посмотрим, что же за доски, о которые нажито не тупятся. Если все так, я их потестирую в процессе и буду ими пользоваться. Если все так, как вы говорите. Вау! Но если вот эта штука не тупит нож и выглядит вот так, я хочу сказать, что это гламурное приобретение. А если у вас еще и плитка под гранит на кухне, фартук, да? И вы туда впиливаете шурупчик, и вот это все висит. Но это прям, я хочу сказать, огонь. А пришлите мне еще, пожалуйста, 20 штук. Я фартук себе сделаю из досок. Из досок буду их брать по очередности. У меня одна сторона будет всегда супер красивая, а вот эта сторона буду на ней резать. Дайте-ка я быстренько открою еще несколько, чтобы посмотреть, что там. Кое-как распаковал сильно упакованные, так сказать, мощно упакованные доски. Смотрите, здесь есть еще две подставки. Одна вот такая, красивой стороной, одна вот такая, да? Поменьше, побольше. Очень хорошо, редко кто предлагает все это в комплекте, и чаще всего мы выбираем, типа, надо на подставку для досок или не надо. Да ладно, уракаем так поставим. Здесь уже с подставочкой. В общем, я потестирую, посмотрю, как ведут себя ножи, потому что даже если я сейчас возьму нож и что-то порежу, для меня будет неочевидным, что произошло с ножом. Выглядят круто, ну и, конечно, еще хорошо бы их о полразочек бахнуть, для того, чтобы понять, лопаются они или не лопаются. Но это все в процессе эксплуатации, потому что, как говорится русскому человеку, дай шарик титановый, да? Он и шарик один потеряет, а второй сломает обязательно. Ну что, лети-ка мне посылочка другая. Я смотрю с этой стороны, думаю, клеенка от стола у кого-то отклеилась, и решили, значит, вложить сюда. А это нет, это письмо. Причем какое симпатичное такое. Ух ты! Какая штука! Питательная, like you, еда в твоем стиле, healthy fast food. Микс взорванных зерен, питательный. Крупа перловая, крупа гречневая, ядрица, группа овсяная, надробленная, зерно пшеницы, сорта полба, крупа пшено шлифованная. Ё-моё, сколько же их здесь-то? Вроде бы там одни бумажки, а что-то роешься-роешься. Их все больше и больше, и больше, и больше. Так, это визитка. Добрый день! Like you! Еда в твоем стиле. Наш первый продукт, микс взорванных зерен, попкорн, каша, здоровый перекус с соблюдением трех постулатов питания. Совмещение. Короче, совмещение или обращение, или воображение, или что. Время, цена, качество. Идеальный завтрак и сытный перекус. Продукт можно есть в сухом виде. Во время просмотра фильма. Можно добавить в молоко йогурт для завтрака. Сделать так, гранолы, да, всякие насыпать туда. Во время просмотра фильма, я уже сказал, добавить вместо муки в маффины, ну, наверное, их нам перемолоть в блендере, создавайте свой рацион с нами. Значит, продукт предназначен для всех, кто ищет что-то новое, но любит эксперименты и вкусную еду. Что является важным для нас, люди. Ведь, исходя из названия, вы нравитесь нам такими, какие вы есть. Мы за честность. Лайкью – это сытный перекус, ведь это каша. Но на пару часов вы забываете о чувстве голода. И тем самым, значит, мы дарим вам время, чтобы вы занимались тем, что важно для вас. Елизавета. Елизавета, спасибо большое. Это легкий. Это сладкий. Две, два сладких. И, соответственно, здесь можно в пост. Это питательный. По сути, вот это, наверное, я так понимаю, попкорн из гречки. Только я, ну, как я делал попкорн из гречки, только в масле я его жарил. Это, соответственно, возможно, ребята делают не в масле, а, ну, есть другие способы, там, аэрофритюрницы и так далее, когда вы не используете масло, и все так же взрывается. Тут много злаков. Это не сладкое. Интересно. Для тех, кто любит завтрак без сахара. Молоко. И вот такая вот вещица. Значит, пока он ехал по почте, где-то что-то подсерело немножко, и он не такой хрустящий, как мы привыкли это видеть в магазинах. Хотя, слишком хрустящий он тоже не бывает, но он должен быть такой, чуть более высушенный. О! Сладкий. Тут понятно, что вкус овщина. Сладкий, на мой взгляд, забавнее, но это просто потому, что здесь есть дополнительный вкус. Сладкий. Жир растительный, декстроза, глюкоза, соль, аромат пищевой, карамель. И шоколад, регулятор кислотности, лимонная кислота. Значит, вода питьевая, глазурь шоколадная. Глазури не вижу. Где-то ее либо очень мало, либо... Ну... Такой мини-попкорн перед телеком. И вот этот третий. Ну, этот... Тут еще гречневая крупа, и всякое разное. Они все разные, я так понял. Продукт интересный. Вот так, чтобы прям... Вау-эффект. Ну, нет такого. Хотя... Вот кто за ЗОЖ и кто за вот эти вот вещи такие интересные, они понимают, что не бывает такого прям... Что-то экстраординарное. Вау! Я ждал, что в самом простом варианте будет соль. Ну, вот есть сладкий, да? Есть соленый, есть нейтральный. А здесь два нейтральных, один сладкий. Причем сладкий настолько мало, что с первого раза-то не сообразишь, что он сладкий. С точки зрения идеи. Идея классная. Для завтраков, я так понимаю, что здесь можно и в салаты запихивать. Супер! Спасибо огромное, что прислали. А, это я тебе кидать не буду. Это тяжело. Да надо было кидать, что уж. Ушел такой в кухню. Так. О, Красноярск. И едой что-то не пахнет. Ну, все упаковано. Как же будет едой пахнуть? А если бы там была рыба копченая, то уже бы, конечно, пахло бы издалека. Пахнет тайгой, не знаю, лесом каким-то. Вот вам приходит такая посылка, и вы начинаете ржать. Это бревно. Ну, то есть, что подарить лучшему другу на день рождения? Бревно! Бревно. Огонь бревно. Не смотрите на то, что здесь А написано. Видимо, ребята, молодые, современные. И огонь, это выражение такое образное, а не слово огонь. Это ручка, наверное. Ох, какая штука! Национальное достояние Красноярска. Да-да. Бревно. Так, а где письмо? Письма нету, что ли? Может, бревне? Давайте поглядим. Так, тут приколочено степлером. А, вон оно что. Смотрите, я с такой штукой сталкивался ну, постольку-поскольку. Руками не трогал ничего. Это бревно с дырочкой. Дырочка здесь довольно такая, довольно большая, но вроде как по отношению к бревну небольшая. По запаху я понимаю, что это, наверное, сосна. Вот это ручка, видимо, для переноски. А здесь розжиг внутри. здесь, видимо, вот так вот отковыривается. Бумажки все сворачиваются, ну, по моей логике. Сюда все это запихивается, зажигалкой поджигается, или бумажка поджигается, потом все это вот так поджигается. Это финская свеча. Жители Петербурга из северных регионов, Карелии и так далее, знают, что вот эта вещь очень удобная для того, чтобы готовить, например, на природе. Можно не готовить, ну, там, вы готовите на мангале шашлык-машлык, а вот эта вещь, вы ее зажигаете, начинает гореть изнутри, выгорать. Она начинает выгорать вот так вот. Здесь ставятся какие-то камешки, на которые, ну, чтобы она не закрывала, поддувала вот эту дырку саму. Ставится сковорода или кастрюлька, соответственно, это все горит, варится суп или жарится яичница. Это вот такая, ну, такой гаджет очень забавный. Огонь-бревно твой незаменимый помощник на пикнике в поездке на природу. Оно умеет готовить, создавать атмосферу уюта и дарить тепло. Нахера вам, Василий Емельяненко, если у вас есть бревно. Оно умеет готовить. Оторви круглые этикетки. Активируй розжиг. Получаю удовольствие. Материал сосна. Высота 30 сантиметров, диаметр 22. Вес около 5 килограммов. Подписывайся на нас в инстаграм. Огонь-бревно, огонь-бревно. А, время непрерывного горения 2,5-3 часа. Представляете, сколько яичниц можно нажарить, картошку можно на сковороде, можно суп даже из бараньих хвостов, хотел сказать. Из бычьих хвостов даже можно за 3 часа приготовить. Его удобно транспортировать в автомобиле или взять в поход. Для этого сделана ручка. То есть, у тебя 4 рюкзака и бревно в левой руке. И ты, короче, в гору с этим бревном 5 килограммов фигачишь. Ну, это классный подарок. Удобная вещь. Единственное, что, если у вас нет тачки, но на велосипед его никуда не пристроишь, вы сами понимаете. Да и кто же на велосипеде ездит на пикник? Там же еще и свинина, и шампуры, и сковородка, и масло, и продукты. И еще 5 человек с тобой вместе, которые хотят все это сожрать у тебя. Письма нет. Письма, короче, нет. Надо быть всегда готовым к тому, что здесь 13-15 килограммов. Вот тут какая-то штука. Какая-то штука здесь не очень тяжелая. Ага. Я-то думал, автомобильные гаджеты какие-нибудь кто-то выпускает. А нет. А нет. Вон оно что. Лапша гречневая. Лапша рисовая. Без глютена, без глютена. Так. Лапша рисовая, лапша рисовая, лапша гречневая. О, по 2 штуки, короче, того-сего, того-сего. А чем она отличается? Она ничем не отличается. Значит, состав рисовое зерно Таиланд. Вода питьевая. Способ приготовления. Лапшу опустить в кипящую воду. Не варить. Давай кипяточек поставим сразу. На 15-20 минут в соотношении 100 грамм продукта на 1 литр воды размешать, накрыть крышкой. В кипящую воду, но не варить. Выключить, видимо. Значит, надо писать без огня. То не варить в кипящую воду, значит, на низком огне. Но уточнить надо на этот момент. Так, вода закипела. Я думаю, вот что нам. Я бы, наверное, гречневый попробовал. Ну, потому что рисовое что? Мы же все все знаем рисовое. А хотя что? Нас что останавливает? Мы можем чуть-чуть рисовое, чуть-чуть гречневое в одну кастрюльку. Вот вам и фунчоза. А это гринчоза. Многие виды азиатской лапши не варятся. Да почти все виды. Не варятся, а замачиваются в кипятке. Это сырая. Представляете, какого размера. Я ее, с вашего позволения, пробовать не буду. Я не знаю, сколько оно шло по почте и так далее. Итак, самое главное, письмо. Здравствуйте, Василий. Я являюсь небольшим производителем продукта под названием рисовая лапша. Производство находится в Московской области Раменского района. Однажды я уже знакомил вас с кулинарным продуктом свежая рисовая лапша. Так, а кто это пишет? Мастерская. Так, это не то. Был у меня, значит, припоминаю я. Вот такой, значит, фреш-вариант. Какое-то время назад, наверное, в октябре или в декабре прошлого года, значит, на выставке, а, в кафе приходил человек и мне вот эту штуку давал. Я так понимаю, что это, наверное, он и есть. Тогда могу сказать, что вот эта лапша, конечно, не похожа ни на что другое. Итак, в России нет дефицита продукта с таким названием. Как правило, производителями являются Китай, Вьетнам, Таиланд, Корея, Индонезия и так далее. Особенность моего продукта в следующем. При изготовлении рисовой лапши используются всего два ингредиента. Цельное рисовое зерно и чистая питьевая вода. Никаких смесей муки, крахмала, формальдегидов и всевозможных добавок. Это один из немногих способов изготовления качественного, вкусного и настоящего продукта. Вкус моего продукта напрямую зависит от используемого сырья. Как правило, это тайские и индийские сорта риса. Вот, а мне он тогда привозил фреш индийский и фреш тайский. Точно. Вот теперь я читаю и понимаю, что да, это тот самый человек. К сожалению, ни один из сортов риса российских производителей не подходит для моего способа производства лапши. Отечественные сорта риса в основном являются глютинозными, клейкими сортами. Поэтому они исключены из производства. Изначально продукт создавался для использования его в сфере общественного питания и ресторана, кафе. Поэтому для меня продукт фреш является приоритетным. Фреш это вот этот, мягенькая. Значит, моя миссия познакомить людей с хорошим, на мой взгляд, и качественным продуктом. И наши миссии совпали. Ассортимент производимого продукта следующий. Рисовая, гречневая, кукурузная. Добавляя к рисовому зерну гречневую крупу, получаю гречневую. 80 рис, 20 гречка. Напишет. Кукурузного, значит, кукуруза крупного помола 30 процентов и 70 процентов рисового зерна. Это получается кукурузная лапша. У нас, видимо, ее нету, потому что, ну, мне кажется, я бы догадался по цвету. Где продается продукт? В сушеном виде продается в Москве, в единственном магазине, значит, на Кутузском проспекте. Продавцы говорят, что продукт пользуется популярностью. До поваров ресторанов и кафе добраться с продуктом фреш пока не удается. Господа, если меня сейчас смотрят повара ресторанов, шеф повара ресторанов, ну, напишите там в личку мне, давайте познакомлю вас. Вам не убудет. Хороший продукт приобретете. Если по всем нормам он подойдет, то почему нет-то? Это же наш российский продукт. Поддержим российского производителя. Не успел должным образом подготовиться. Образец фреш передают для демонстрации, но не для употребления в пищу. При всем при этом образец провел 6 месяцев в заморозке в обычном холодильнике. Эта штука в заморозке 6 месяцев провела? Офигеть. Представляете? То есть, можно вязать узелки с нее. И вот это вопрос, как бы, к поварам. Нужен вам такой продукт, который не портится у вас на следующий день? Который лежит в заморозке столько времени? Так, ну, смотрите, значит, что здесь получается. Выглядит вот так. Гречневая, она визуально темнее, но когда она приготовилась, процент риса выдает о себе знать. Ну, так как варил вместе, аромат воды такой. Я же здесь без соли, без ничего варил, для того, чтобы почувствовать полноценный вкус. Получается, что он такой рисовый с вкраплениями гречки. Чуточку аль денте получилось. То есть, поторопился, и надо было все-таки дождаться 20 минут. Но я вам хочу сказать, что текстура офигительная. Ну, то есть... У гречки есть гречневый вкус, но вы и без меня знаете, что в Азии, в Японии, да, еще в японской кухне есть активное потребление гречневой лапши. Так вот, когда вы туда что-то добавляете, вкусы гречки, конечно, вы не почувствуете. Там где-то на отдаленных вещах. Но сам смысл и идея мне нравятся. И я сегодня вечером после съемок обязательно себе наварю. У меня жена просто обожает вот такую лапшу. В общем, товар зачет. Для меня лично зачет. И напоследок самое большое. Приехал курьер, привез вот эту штуку, сказал, внутри все найдете, все поймете. Это очень похоже на печку, потому что вот здесь вот торчит какая-то вещица. И почему я еще так подумал? Потому что он прислал это еще и с баллоном. Ну, вернее, привез это еще и с газовым баллоном. Ну, а это, судя по всему, Vogue. Да, это действительно китайский Vogue с деревянной ручкой. Ребят, я же просил российского производства. Ну, хорошо. Будем считать, что это допник. Начинаем распаковывать остальное. В общем, примерно минут 25 нам потребовалось для того, чтобы собрать всю эту конструкцию. Письмо. Здравствуйте, Василий. Решили воспользоваться вашей новой рубрикой «Помощь малому бизнесу». То есть, показать вам и вашим зрителям, вашим, вам и моим зрителям изделия нашей мастерской, а также получить честную оценку нашей работы от специалиста. Мы небольшая семейная мастерская Котлин из подмосковного города Одинцова. Мы занимаемся разработкой и производством оборудования для садовой кухни. Это наша тема. Одним из наших продуктов является газовый таган для казана. Саджа, вока. Это лишь маленький перечень посуды, которую можно использовать на нашем газовом тагане. То есть, соответственно, так как и казан, и садж, и вок, видимо, это уменьшительное кольцо, значит, если у вас большой казан, то без этого кольца. Если вы хотите вок, то, видимо, с этим кольцом. Ага. Ну, для вока можно было бы, конечно, сделать чуть меньше кольцо, потому что... А, может, и не надо было. Сейчас. Все, аначе увидим. Потенциал газовой горелки позволяет успешно работать как на минимальных режимах приготовки плова, так и на максимальных приготовки на воке. Газовый таган производится в нескольких типоразмерах для казанов от 8 до 20 литров и может комплектоваться различными газовыми горелками разных типов и разной мощности. Газовый таган производим более пяти лет. За это время была проведена большая работа. Теперь ждем оценки этой работы. Митрохин Михаил, вот телефон, вот, значит, сайт и группа ВКонтакте. Мы это все напишем внизу. Итак, как мне стало понятно из инструкции, вот эта штука с пьезоэлементом и эта вспомогательная горелка, которая позволяет зажечь все остальные кольца. Ну, с Богом. Так. А, понятно. Она не будет гореть вечно, потому что она просто, наверное, всего лишь, короче, дает зажиг вот этому. Пьезогорелка вот так работает. Она поджигает, видимо, вот это кольцо и внутреннее кольцо. Так, значит, теперь открываем. да вот эта вещица не должна вечно гореть мы подожгли центральную горелку так вот это максималка вот это минималка так большую а большую можно пьезоэлементом уже не пользоваться о ну вот короче минималка пламя это открываем окошечко но штука занятная конечно для того чтобы работать на высоком пламени нужна сноровка закалка тренировка но при всем этом пламя конечно бомбическое я себе представляю что когда вок ляжет сюда полностью закроется верхний кант и пламя при ударе и обвок начнет уходить вверх и вот из этих щелей как бы фигачить о чем мы можем взять и посмотреть просто чем нам не посмотреть то куда пойдет пламя опа ох как тут дует под руки то но вот вот здесь пальцы плавятся а как же здесь откуда они не будут плавиться где-то не должно быть дырки вот эта хрень нагревается здесь вот прям идет сильный жар ну вот вот здесь не очень сильный короче ручку бы подлиннее сделать дым коромыслом но это конечно не домашняя история садовая там и написано молодцы ребята круто сделали но и соответственно при такой мощности здесь можно с легкостью прокаливать казаны и воки потому что вок надо прокаливать тоже прямо аж до красноты потом в воду если вы не сделаете с воком правильную подготовительную работу то к воку будет все прилипать а при правильной подготовительной работе у китайцев ничего не прилипает круто что в россии такой есть потому что не все могут позволить себе залезть в интернет где-то найти в китае заказать как-то что-то потом это все куда-то привести потом как-то объясниться распаковать все не на русском языке здесь все на русском языке все у нас и все так сказать не эта мечта любого повара все распаковано все посылки которые прислали их в этот раз было немного но в любом случае если их будет много мы конечно придется делить их там на два ролика потому что ролик очень длинный получается что я хочу сказать напишите обязательно в комментариях нужна ли такая рубрика хотите ли вы узнавать что-то новое или может быть вам вообще пофигу напишите свое ощущение отношения может быть какие-то нюансы нужно проговаривать больше да это экспериментальный ролик мы его сделали для того чтобы помочь так сказать мелким производителем каких-то вещей гаджетов но стать более популярными в наше непростое время этот это требуется опять же хочу сказать тем кто что-то производит присылайте нам на распаковку для меня это будет очень интересно но и для зрителей тоже не бойтесь наверняка мой пост видели многие но решили типа а вот будет первая распаковка дальше посмотрим может быть и пришлем было бы хорошо например если бы производители ножей кто кастомные делает но кто-то вручные вот если наберется у меня от десяти производителей но хорошо не 10 от пяти производителей если шефские ножи поварские не охотничьи не вот с такими ручками фельдеперсовыми шеф ножи если вы пришлете я сделаю отдельный обзор только ножей сравню объясню и расскажу опять же вам производители ножей как на что обращает внимание шеф-повар при выборе ножа главная цель если вы делаете что-то руками если это не какое-то глобальное производство и вы там миллионами пачек это все производите я говорю про крафтовые ручные изделия давайте поддержим я за made in russia то есть за нашего производителя потому что у нас я уверен масса всего интересного о чем мы совершенно не знаем внизу в описании инструкция под инструкцией до нас ссылка куда присылать электронные письма вы можете задать вопрос мы отвечаем вы получите ответ потом примите решение надо вам прислать это или не надо и так далее и тому подобное я с вами прощаюсь и ждем следующей распаковки ждем посылок от вас